Вот когда сломалась, ай, ёптой, теперь надо почитать инструкцию. Всё, Саша пошёл нервничать. Николаев, Альфа Ромео 159, 1.9 GTD, автомат. Пудрями дым и вылетают раскалённые резины. Я уже вижу, как Саша начинает обижать машины через две полосы, потому что слаживается впечатление, что Саша сейчас, как талиб, взорвёт всех вокруг себя. Ставил тачку, грубо говоря, уже почти под ночь в Николаеве. Нашли причину, почему был и чёрный дым, и трусилось, турбина, форсунки, радиаторы. Три недели машина постояла на сервисе. Спасибо! Пока! Надо было съездить в Одессу обратно, и машина назад не вернулась. И теперь стоит она там три недели одинокая. Турбо... Привет! Грёбаные бракодилы. Первый раз отремонтировали турбину. Через неделю я уже звоню, говорю, пацаны, ну, жопа, всё то же самое, беда. Ещё один вопрос, провокация. Что мне сделать? Купить новый турбокомпрессор, либо отремонтировать вашу? Сюрпризы, которые мы находим в турбокомпрессорах. Вот горение монеты, клапан, клапана ERZ на ушах. Теперь смотрим, какой там есть баланс. Сейчас будем его разгонять. После балансировки турбокомпрессора идёт такая распечатка. Трубина либо работает, либо не работает. Всё! ПОДПИЛ ripи了! ПОДПИЛЬ друзья всем привет почему ломается турбина сколько стоит ее отремонтировать если гарантия на ремонт турбин почему ломается турбина снова когда ее ставят на автомобиль как понять что уже пора ехать на ремонт именно об этом сегодняшнее видео друзья перед тем как пойдет видео важно сказать что то чтобы важно правильно сказать что с турбокомом раньше мы не общались вообще никаким образом мы про них не знали ситуация случилась таким образом что наш оператор александр сломался в одессе и турбину отправили в турбоком на ремонт и вот слово за слово мы как раз параллельно описали видео про турбину и это единственные парни которые согласились показать весь процесс от начала и до самого конца но смотрим все по порядку а к слову напишите свои комментарии о том был ли у вас опыт работы с турбокома вообще хорошая то компании или нет потому что я за них ничего не могу сказать вот этот вот опыт работы он у меня был первый насколько он хороший напишите в комментариях ну по крайней мере ваш зрители инстаграма узнают информацию несколько раньше нежели зрители на ю тубе так вот только что записал stories о том насколько классные дороги в мелитополь проехали 370 там что-то 5 километров все было очень классно везде дорога размеченная я аж подумал в той ли стране я нахожусь и думал может куда-то там случайно забрел а теперь все дорога закончилась не нормально все хорошо мы в украине все ремонте турбин как получилось так что эта турбина приехала сюда что с ней не так когда она закончится на все эти вопросы сейчас будем отвечать коротко ясно лаконично построим разговор таком формате я сделаю вид что я вообще ничего не понимаю про турбокомпрессор потому что если мы будем цеплять слова актуаторы все остальное то людям которые там ну скажем девочкам которые красят ногти будет это непонятно но надо сделать таком формате чтобы было понятно вообще все то есть надо рассказать как для шестилетного ребенка просто и доступно да с чего эта турбина турбокомпрессор volkswagen tauran 1 и 9 клиент там обратился с такой проблемой что начала покидать масло в сторону интеркулера сторону двигателя вот да визуально может здесь понять видно что здесь турбина здесь есть моста и мы сейчас будем его разбирать диагностировать правильно сказать что турбина может пускать масло как в одну сторону так и в другую есть холодная улитка есть горячая улитка есть в общем да вы правильно говорите да турбина может подбрасывать масло также как правильно мы говорили до этого в горячую часть выхлопную до выхлопную часть также в сторону двигателя стороны интеркулера из-за чего происходит турбина из-за чего набросает масло да ну и И, да, вот, есть миф у людей, что вот там, я там проездил, турбина бросила масло. Ну, там, турбина сама сломается. Турбокомпрессор сам по себе бросить, ну, кинуть масло, либо чтобы сломаться, не может сам по себе. Это неправда. Турбокомпрессор ломается из-за чего-то. Турбокомпрессор, да, это индикатор двигателя. Если что-то некорректно работает с машиной, либо с двигателем, первое, что это выйдет из строя, это турбина. Друзья, очень справедливым будет сказать, особенно для тех, кто нетерпеливый и торопит события. В этом видео, особенно если у вас турбоавтомобиль, это видео будет полезным тем, что Турбоком для вас сделает очень хорошую, интересную плюшку. Какую, не скажу, посмотрите, это очень нужное каждому, у кого есть турбина. Какие основные причины выхода из строя турбокомпрессоров? Вот, есть какой-то топ-10, почему она рассыпается? Самая, да, причина та, грязное масло. Если вовремя не менять масла, фильтра, воздушные фильтра не менять. Если проблема была с топливной системой, переливает форсунки, да, сильно поднимается температура в горячей улитке, в горячей части. Начинает, просто не выдерживает температура, плавится вал, геометрия трубокомпрессора. Происходит дисбаланс турбина, трубокомпрессор бросает масло. С учетом того, что мы пишем видео практически для детей, ну, имеется в виду, чтобы было понятно все моменты, про какие мы рассказываем, я расскажу, что такое бросает масло. Ну, как бросает, то есть взяли в нормальном понимании масло и куда-то его кинули. Ну, на самом деле это действительно может быть так. И сейчас я поясню, почему. Есть несколько этапов. Бросает, это бросает, это подбрасывает, это пропускает. Объясняю. Турбина. Горячая часть, холодная часть. Между ними есть смазывающий картридж. Сюда под высоким давлением попадает масло. Ну, образно говоря. С учетом того, что крыльчатка крутится очень быстро, очень быстро, это 120-250 тысяч оборотов в минуту. Ну, то есть скорость довольно высокая. И в тот момент, когда уплотнение с правой и с левой стороны начинают пропускать, ну, то есть они там резинки стоят, и когда они прохудились, назовем так, идет, масло выходит снаружи. С учетом того, что оно подается туда под давлением и на высокой частоте крутится, то эффект, когда уже все сломалось, такой, что это масло разлетается в разные стороны, и вот тогда говорят, что масло бросает. Когда подбрасывает, это пропускает чуть-чуть, ну, и когда пускает, ну, назовем это так, что потеет, чтобы было понятно. Ну, надеюсь, дословно объяснил. На примере вот этого турбокомпрессора мы сейчас посмотрим, спрогнозируем, от чего он умер, я думаю, что фахевцы нам скажут из-за чего. Разбирать ее долго? Ну, минут 10. Разбираем. Сразу же, да, мы снимаем, что-нибудь, весной, и все. Предварительно, от чего эта турбина должна умереть, и есть понимание того, насколько, по предварительным признакам. Из-за чего она вышла из строя? Визуально, да, можно даже визуально продефектовать турбокомпрессор, посмотреть на алюминиевую крыльчатку, крыльчатку компрессора и, да, выхлопную ротор крыльчатку компрессора. Это всасывание, это нагнутание. Предварительно, я смотрел, что все лопасти, все живые. Инородного попадания не было. Ну, знаете, созушный фильтр, что ли, прилетело, что-то засало, либо там патрубок лопнул, что-то там, песок, камушки какие-то прилетают в турбину, турбина разбивается. Визуально этого ничего нет, она целая. Визуально видно, что просил дисбаланс и турбина начала подбрасывать масло в сторону интеркулера. В сторону двехти. Из-за чего такое может быть? А уже причин куча. Сейчас, когда мы турбину разберем, мы увидим уже причину выхода из строя. Из-за чего данный турбокомпрессор вышел из строя. И всегда просим на станциях клиентов, кто отправляет на турбокомпрессор, снимать все навесное. Потому что вот тоже, да, на данном турбокомпрессоре, вот, лямбезон-то не оставили, штуцер на подачу масла, этого не оставили. И, ну, это, не нужно это делать, нужно всегда все снимать, управлять голый турбокомпрессор. В данном случае лямбезон стоит, сломать же его просто в элементе. Легко, да. Вот. Если он не откручивается, чья это зона ответственности? Ну, если, на данном случае, он, получается, наше. Ну, хоть мы, ну, мы клиентов предупреждаем, снимайте все навесное. Вот вы предупредили заказчика, он приехал, вы его попытались снять, он сломался. Уже будем решать вопрос. Вот это тот вопрос, который надо прописывать заранее во взаимоотношениях. Ну, это такое, это легкое исключение. Кстати, мы, когда клиент нам на завод приезжает, нас с ним привозят трубокомпрессор, мы при клиенте все снимаем навесное и отдаем клиенту. Вот. И уже трубокомпрессор ремонтируем. Вот. Ну, просто лямбезон очень тяжело, да, снять, потому что так бы он прикипает, ну, ржавеет, зачастую мы его очень аккуратно заматываем, моем, все, вычищаем и остается трубокомпрессор. Так, интересно. Надо будет скучать молотком или же... Конечно. То есть, без разборка, без молотка получится? Невозможно. Невозможно. Ну, представьте, это машина 2008 года. Ну, за сколько лет и турбокомпрессор ни разу не ремонтировался. Хорошо, а если, допустим, он будет свежий, ну, вообще, разбор без молотка возможен или же... Конечно. Конечно. Если трубокомпрессор свежий, то да, он очень аккуратно все разбирает, снимает все. Зачастую, ну, очень прикипает-то горячая улитка, потому что очень большая температура выстроена, плюс сажей и все остальное. Да, я, ну... Нужно понимать, в какие места тоже ударять, потому что есть, ну, пустотелы горячей улитки или есть очень тонкий металл. И если, ну, ударить не туда, куда нужно, горячая улитка сразу расколется, и потом будет проблема. Потому что нужно знать, куда двигаться. Ну, тонкостей, нюансов много. Да, очень много. Какие есть подозрительные звуки, которые предшествуют тому, что вот скоро турбине будет талис? Скрижет металл. Это означает то, что уже либо ротор турбокомпрессора, либо колесо компрессора дотрагивается до капустных деталей. В каких случаях это бывает? Ну, когда происходит дисбаланс, и турбина уже вышла из строя. То есть, грубо говоря, когда-либо же... Простой дисбаланс турбокомпрессора, да? Да, дисбаланс, либо же что-то попало под вторую крыльчатку. Да. Вот, сами видите, очень много сажений. И турбокомпрессор выхлопнул, и часть масла не бросала. Вот здесь матовый, ну, нахар сухой, поэтому турбина не бросала масло. Ну, я не могу сказать, что у нее люфт какой-то такой. Ну, хоть так же, видите, здесь масло. Сейчас вот мы снимем, и если иначе. А сама изменяющаяся геометрия нормально ходит? Да. А нам не подгорелся. Это очень состоит. Ну, опять же, конечный результат будет, после того, как мы ее почистим, мы увидим все прилегающие части. То есть, что значит прилегающие вот эти части, которые лопастя, скажем так. Для чего нужна изменяющаяся геометрия? А зачем воздух? Ну, мы же детям объясняем. Увеличиваем. Да. Казачь воздух увеличивает, уменьшает поток воздуха. Этим геометрию кодирует вакуум сброса давления. Актуатор. Также, если геометрия лопасти не подпалена, если также на роторе все вот здесь нагнетающиеся лопасти целы, это означает то, что топливная система исправная. Работает нормально. Да. Потому что, когда форсунки переливают, вот эти нагнетающиеся лопасти, они горят. Они такие вот, ребристости, мальца. Так, вот она уже есть разобранная. Есть уже причина? Ну, это уже говорит о том, что фильтр воздушный не очень часто менялся. То есть, из-за того, что фильтр воздушный был не вовремя заменен? А каким образом это влияет, не вовремя замененный воздушный фильтр? Что происходит такого, что мешает турбине? Смотрите. Когда есть где-то, не вовремя меняется сам воздушный фильтр, может где-то там треснута коробка воздушного фильтра, воздушная магистраль от воздушных фильтров турбин, где-то по трубках треснутые, либо неплотно хомуты зажаты. В этот момент вместе с чистым воздухом начинает подсасывать пыль, втягивать пыль, песок. В этот момент начинается, она садится на крыло налет, масляный налет пыли. Что он дает? Он дает дисбаланс. Он дает дисбаланс турбокомпрессора. В этот момент происходит дисбаланс турбины, и с-под алюминиевого крыла начинает турбокомпрессор подкидывать масло. Что здесь произошло? И также, видите, здесь идет вместе с маслом и пыль, и галязь. Также под крыльчаткой вы видите, что оно все масло, и есть налет. Вон там, галязь. Ну и как бы. Это внешняя диагностика. Это что мы можем визуально увидеть, из-за чего надавний турбокомпрессор вышел из строя. Сейчас как бы Дима разберет уже внутреннюю часть, и мы посмотрим уже внутри выработку также. Что мы здесь имеем? Что мы имеем? Зафиксовывание колец, это визуально видно. Из-за чего это? Выработка. То есть это уже время ему пришло, или же это из-за чего-то? В же время пришло турбокомпрессор, скажем так, его на диагностику. И видите, вот сейчас мы разложим все детали. Выработка идет, вот сильно, очень на заходности. Вот, может, вы можете увидеть, что ротер перегрет. Черный. Да. Также идет, вот идет у него, здесь идет выработка по, по втулочкам. И сейчас мы также, вот, не упорный подшипник, и, ну, все остальные уже детали. Также мы сейчас, грубо говоря, разберем ее полностью. То есть, грубо говоря, вот эта вот смерть началась из-за того, что началось перегреваться. А как один из вариантов, перегреваться, это не в свое время наменяли масло. Или же рано выключали двигатель. Рано выключали. Потому что это 1,9, грубо говоря, где-то едешь по определенной местности, грубо говоря, по трассе, заехал на заправку, выключил, масло там очень горячее, не циркулирует, и все. А скорость турбины, она сколько оборотов в минуту? Каждый турбокомпрессор, да, он идет по-своему. Ну, грубо говоря, у нас, если у нас скоростной стенд, у нас идет от 40 до 140 тысяч оборотов в минуту, в крутящий момент вала. Это, который мы проверяем у себя на, уже, когда с турбокомпрессор уже отремонтирован сборе. А также, классно, два раза. Вот, ну, здесь на данный момент, что я вижу, именно в этом турбокомпрессоре. Здесь две причины, основные выхода из строя. Это воздушный фильтр, не вовремя меняли воздушный фильтр, и это был подсос пыли, мусора, грязи, и второе, также перегрев ротора. Это не меняли вовремя масло, вовремя, может быть, машин был, вот клиент, что постоянно вел активную езду, вот, на машине приехал, заглушил, так и правильно, застанавливал, заглушил, все, побежал дальше. И это все исправимо, это все ремонтируется, и это мы сделаем без проблем. Значит, объясняю для детей. Вот такие вот автомобили, которые не имеют потом, ну, современные машины, они, когда глушится двигатель, там еще циркулирует масло. А вот здесь масло еще не циркулирует. И когда, вот, допустим, валите по трассе, там, с определенной скоростью, допустим, там, 130 км в час, заезжаете на заправку, не нужно сразу глушить мотор, потому что вот здесь вот, вот это масло, оно имеет офигенно здоровую температуру. И когда вы глушите мотор, не... Вот эти вот подшипники, грубо говоря, есть вал, есть подшипник, между ними должна быть масляная ванна, и он постоянно должен быть, как бы, висеть в воздухе, не касаться. Я должна ходить, да. Масло сюда уже поток не идет, оно не может вот здесь вот висеть. А вот эта вот турбина с дурной скоростью, она еще крутится. И потом начинается зацарапывание, перегрев, а из-за того, что пошел перегрев, оно... Происходит дисбаланс, выработка по кольцам, турбокомпенсор начинает кидать, бросать масло. До остановки двигателя надо, чтобы мотор поработал хотя бы минуту-полторы, три-три минуты, в зависимости от того, кто как любит свой автомобиль. Смысл в том, что потратите там 12 капель топлива, а при этом турбина остынет, грубо говоря, надо бежать куда-то пописать, выключил ключ, а машина еще работает и нагнетает, охлаждает вот именно вот эту ось. Из-за вот этой вот маленькой детальки, она может выйти из строя. Но вы можете уписаться. Вот так же здесь, вот видите, что очень сильно, даже внутри средний корпус перегрет и запасованное масло. Вот это выработает по упорным подшипникам и должно быть, всегда должно быть. Если у тебя турбированная машина, я так скажу, всегда должен у тебя следить за маслом, потому что здесь идет вот упорный подшипник у нас идет, да, здесь масляный канал, грубо говоря, в иголочку, да. Если какая-то мусор, какая-то сыриночка, где какая-то грязь попадает, оно сразу забивает масляный канал, так же может происходит дисбаланс, все, турбина выходит из строя. Поэтому нужно постоянно следить за автомобилем. Какой процесс дальше восстановления всего вот этого? мы сейчас на данный момент турбокомпрессор будем мыть, вычищать, пескоструить, потому что все горячие улитки здесь должно быть все чистое. так же потом, когда мы вымоем, вычищем, от пескоструем горячую улитку, мы сможем уже точно увидеть, есть ли выработка на геометрии турбокомпрессора или нет. Так же и мы будем собирать уже готовый средний корпус, мы его соберем в сборе, потом мы покажем, как он балансируется на разломочном стенде, и потом, когда соберется уже в корпусной детали турбина, мы так же его будем регулировать по потоку воздуха на стенде геометрии. Все предельно ясно, по крайней мере. Какая частица должна попасть под вот эту крыльчатку, для того, чтобы ее кончик убить? Ну, мы говорим сейчас о плохом воздушном фильтре, допустим, не дай бог, где-то патрубок порвется. Для общего понимания, вот какой фрагмент должен быть для того, чтобы убить крыльчатку? Ну, если плохой воздушный фильтр, то песок, пыль. То есть песчинки достаточно для того, чтобы... Просто очень. Есть болячка, да, спринтеры. Спринтеры 2,2, вот второй, там 4 год. Вот у них постоянно, у них воздушный фильтр спереди, и у них постоянно лопается патрубок, и постоянно засасывает пыль, песок, и просто крыльчатку, ну, просто, как пескоструем, постоянно его съедает, и происходит сборанс. Хорошо. Какое расстояние между всасывающей крыльчаткой и холодной частью улитки? Какое расстояние между ней? Ну, 60. Грубо говоря, если что-то попадает, половина квадратного миллиметра, что-то, то это уже окончает эту турбину. Ну, в первую очередь, оно попадает, вот, сразу же, вот эта часть, вот эта часть, вот сюда попадает, здесь начинает сразу сочение, сверху, это сразу же начинает его раздевать звуки какие-то, свист, свист, в первую очередь, свист. То есть, если свист, то идет... Это уже появилось, это говорит о том, что сюда уже что-то попадает. Да, заусинец какие-то есть. Разбивай сразу же втулки, следом идет упорный подшипник, ну, естественно, вы сразу же попадаете на... Когда свистит турбина, это уже... Это уже признак того, что ее нужно снять. Дома 600 надо готовить. Да нет, у нас дешевле. Раньше турбина вела себя по одному, потом она начала свистеть. Да, не характерный, что-то изменилось. Если она начала свистеть, то мы понимаем, что вот засасывающая крыльчатка, под нее что-то попало. Не только и здесь, а и вот здесь. А если начинать и топливно делать свое дело, то будет добавлять гул, да. Вот здесь и тоже звук появляться. Также зачастую бывает клапана ИГР глушат. Да, очень много. Вот там пару лошадей добавим. И, например, там Sprint 2.9, да, там монетки гривневые. Очень много, у меня их целая коллекция прям есть. Клапаны ИГР глушат. Потом выгибает клапан из глушки и вылетает прям в турбину. И также полностью бьет лопасти ротора. И потом мы их выковыриваем с горячей. Которую мы находим в турбокомпрессор. Это вот все, это то, что горячая улитка вытягивает. Вот, кстати, клапан, вот гривня монеты и клапан, клапана ИГР заглушат. Вот это... Гривна. Вот это вот заглушенный клапан ИГР. После того, когда мне говорят, что клапана ИГР глушить, это вот такая вот тема, ребята. Вот, клапана ИГР. Гривна подарок вам. Да, вот сколько стоит... Ну, смысл в чем? Там клапан ИГР, ну, допустим, А6, С5. Точно так же. Там раньше вот литовские машины, точно такие же сюрпризы было. У них 5 лейблок монетка. И она в этот клапан становилась один в один. Вот просто четко. И потом ее выдавливает и налетит с турбины. Вот таких вот монет тоже большой вагон и маленькая телеска. И плюс того, что вот мне рассказывают, что клапана ИГР глушат, мотор не греется, все это шляпа, мотор греется. Не сильно, но сам греется мотор. Плюс. Да. Короче, если есть возможность почистить клапан ИГР, особенно когда октябрь месяц, вот лучше почистить клапан ИГР. Не надо его глушить. Вот, если хотите, выбейте себе катализатор, хотя и противник. Но клапан ИГР глушить не надо, потому что дальше в связке идет турбина, а турбина нет. Если есть желание узнать, как устроен турбокомпрессор, заплатить за это деньги, три недели повисеть без автомобиля. Да, Александр? Три недели. Саша висит без автомобиля. Привет парням с Николаева. За два дня мы сделаем. Молодцы, ребята. Кстати, до сих пор не делали. Три недели прошло. Мы приехали забрать автомобиль. Автомобиль еще не готов. Но об этом... Кстати, турбину сделали за два дня. И отправили. Турбину сделали за два дня. Ну, момент того, что ее снимали, отправляли, яйца почесали, там где-то что-то подумали. Все это время растянулось две недели. Ладно. Вот это вот сюрпризы. Это все, да. Клапан направляющий. Вот это клапан? Да. Причем это большой клапан. Какой-то большой объем. С грузового вода. Вот это вот все части клапана. А вот это что? Это что-то... Тоже что-то. Это что-то засосало. После ремонта, в замене фильтров, бывают тряпки даже в этом. Кстати, да, есть очень... Есть бывает оплошность станции. То, что меняют масла фильтра, тряпочку на воздухе закрыли, думают, все хорошо, а потом забыли, щелк и все. И... В жизни у разных людей, особенно на первом ремонте турбин, очень часто встречается одна и та же ситуация. Отремонтировали турбину, проверили на стенде, поставили, она опять сломалась. Отремонтировали, поставили, опять сломалась. Я в своей жизни тоже наступал на эти грабли, пока не разобрался, в чем вопрос. Еще один вопрос, провокация. А что делать с интеркулером после ремонта турбокомпрессора? Обязательно. Его нужно снимать и промывать. Потому что... Обязательно. Потому что зачастую, говоря, даже здесь, да, турбина подбрасывала масло в интеркулер. Это также же потом, мы же не знаем, сколько масла. Может клиент доливал масло, доливал. Потом... Забито. И это все масло, да. Во-первых, что забивается пылью, грязью. И все это масло, это потом все это летит в двигатель вам. И потом опять приезжает к нам сону на ремонт. Скручиваем, все в чем. Идет, заходит с турбины, выходит масло, идет оно в интеркулер. И вот когда, в частности, вот здесь, на вот этой вот турбине, в интеркулере там уже будет немерено масло. И если есть возможность поменять на новый, молодцы, красавчики, меняй на новый. Если нет возможности поменять на новый, как минимум, не поленитесь. А какая это машина? Это пульсваген Тауран. Тауран. Ну в Тауране несложно снимать. Это вот, допустим, А6, опять там типец. Чтобы снять радиатор, надо пол морды разобрать. Но все равно это нужно сделать, потому что, когда вешается свежий турбокомпрессор, вот все то говно, которое есть, оно опять полетит по внутренней спирали и потом начнут рассказывать, что вааа, турбоком козлы или другие ребята, неважно, кто делает. Очень важный момент мыть интеркулер. И зачастую, зачастую, когда турбокомпрессор много накидывает масло в интеркулер, тоже интеркулер уже не работает так, как должен быть. Из-за этого забивается, да, он забитый, начинает опять рвать патруки, способность охлаждения не то, опять звонят, вот вы мне плохо турбину отремонтировали и все остальное и по что поехали. Потому что для этого, когда мы турбокомпрессор продиагностировали, мы клиенту полностью говорим, цикл, почему турбина вышла из строя, на что нужно обратить, что нужно сделать, что нужно промыть, для того, чтобы когда клиент получил турбину. что нужно сделать после того, когда турбина отремонтированная, вот поэтапно, что нужно сделать. Воздушный фильтр, рассказывайте. Не важно, где, на любой. На этой или на другой турбине, первое, что поменять воздушный фильтр, масляный фильтр, обязательно масло поменять, промыть каналы на подачу масла магистрали. Заменить, если они есть на патрубке именно именно трубопровода. Дима зачастую, он всегда говорит замена, пишет замена, замена. Потому что в середине все закоксовывает. Молодец, красавчик. Зачастую, да, можно заменять, но у нас, да, у нас народ помыл, продул, все, поставил. Даже бывало, что приезжает и написано там заменить. Да, гарантия, значит, значит, по поводу помыл-продул, когда вот такая вот штука находится в подаче масла, в подаче масла, вот турбокомпрессор охлаждается трубками масла. И там, когда маленькая пропускная способность, температура высушена, высокая, там точно такой же нагар, поэтому трубки тоже нужно менять. Да, и все, что-то упорное подчинение, и все масляные каналы, они потом забиваются. Турбина опять сгорает. А там много не надо, один маленький-маленький, старинка, видите, сами отверстия. инсулиновый шприц, да? Камера не возьмет. Вот здесь вот есть отверстие, размером как с инсулиновый шприц. То есть, песок, это, ну, такой огромный футбольный мяч, который сюда это дело все забивает. Вот один из примеров, да, если, ну, как ты промоешь, например, здесь, например, закоксовалось уже масло. Это еще толстая трубка для подачи масла. А вообще, на легковых автомобилях они идут чуть-чуть поменьше. И вот, вот эта вот тоненькая трубка, по которой идет масло, когда вот там вот такая вот грязь, то есть, что, открутили турбокомпрессор, привезли его, починили, тряпочкой, все поставили. Тряпочкой замотали. нет, здесь тоже, по факту, там все равно, вот здесь все закоксовано, вот тот самый мусор находится вот здесь. Поэтому вот этот момент тоже можно заменять. Тут же говорят, давление масла. Почему давление масла? Да потому что здесь проходимости нет уже. И, да, клиент потом говорит, вот у меня все хорошо, мне идеально, а турбина приезжает, опять перегретый вал. Мои столошники знают об этом, что ее надо поменять щене, туда турбину отправили. Я тебе говорил. Набери их. Станция, которая специализируется на снятии установки, на установки, ну, они должны это знать, они должны это понимать, что нужно знать. Чувствую, потому что они же также дают гарантию. Не, не так, провокационный вопрос. А есть там, написали, что будем менять масло, воздушный фильтр, масляный фильтр. Масляный фильтр. А интеркулер моют они? Интеркулер тоже перед на работе, что мыли. Ну, я рекомендую написать еще про трубочку. Вот, как для детей, даже если он... Да, у нас, когда мы турбокомпрессор уже отправляем, естественно, клиенту, либо на станцию, мы выдаем гарантийный паспорт, где прописано дата выполнения, ну, дата выполнения, когда делась. Да, и также там написано, что нужно сделать, еще один есть момент. А будут ли они читать эту инструкцию, того, что написано? У нас же как? Мы все знаем. Вот когда сломалось, ай, ёпки, теперь надо почитать инструкцию. Поэтому, я бы рекомендовал им позвонить и... Да, ну, не прямо сейчас, хотя бы ролик надо снять. после трубок подачи масла дальше идет... Слив масла. Тоже обязательно проверить. Он зачастую... Бывает загнутый. Да, бывает загнутый, бывает, знаете, турбинку... Как проверять? Ну, когда что навели, видно, оно должно быть видно, что оно не перегнулось, вот так трубка. То есть, она резиновая, внутри сверху гофра идет. Иногда бывает такое, что затягивает на сливе, и с длителем соединяется. И получается, что при зажатии ее проворачивать. Есть ли разъезд показать? Я думаю, нет. Все, Саша пошел нервничать. Вот здесь только на таких турбинах они стали поменьше. И когда затягивают, здесь от двух сторон идут гайки. Их затягивают, и они вот так вот хопы перетянулись. То есть, в середине... Вот здесь внутри резиновая труба. Да, и начинает из этого... И хопы перетянулись. Как посмотреть? Это визуально должно быть... Ну, наставим машину видно, когда устанавливают, оно видно, что оно не перекручено. Да, он установил, грубо говоря, и оно вот так пережало. Гарантийные обязательства. Вот то, что написано вот в этом гарантийном талоне, рекомендация. Я могу даже пофотографировать и скинуть для тех, кто не выдает гарантийных талонов, хотя бы скопируйте его себе. Да, здесь даже полностью здесь все прописано. Гарантийные обязательства, что нужно обратить на то, на то, на то, ну, как бы, что нужно сделать. Здесь также, видите, прописана инструкция по установке трубокомпрессора, технический и гарантийный талон. Если его прочитать, то будет все хорошо. Друзья, перед тем, как вешать, хотя бы спросите, а что написано, ну, вот, как бы, скиньте, я почитаю рекомендации по установке и здесь все написано, всего лишь, грубо говоря, не так уж много пунктов, инструкция по установке. На формате страницы A6 написаны простые рекомендации. А если коротко, то трубки, если они целые, на ваше усмотрение, если они помятые, это замена. Интеркулер, это обязательная промывка, а лучшая замена, если есть возможность, нет возможности, это промывка. Я ничего не забыл, фильтра, масла, антифриз здесь не участвует. Ну, если турбин идет с охлаждением, то его также нужно проверить, чтобы все, циркуляруй, все работало. И как много турбин сейчас легковых идут с водяным охлаждением в нынешнем автомобиле строение? Процентов 20-30. Сейчас очень, да, сейчас больше переходит турбокомпрессора, битурбы, свинтурбы, где 2-3 турбины и они уже идут, но они идут без охлаждения антифриза, они просто идут с масляным охлаждением. То есть обычных турбин порядка 30% которые идут дополнительно с водяным охлаждением? Да. Тогда и антифриз менять тоже, если у вас было водяное охлаждение? что в среднем корпусе лопается перегрев, антифриз попадает также в турбину через масло и потом проблемы с двигателем и с турбиной и там уже целый букет. Ах, этот сизый голубой дымок, такой фонтан. Поэтому давайте сейчас мы будем перемоем, все, от пескостроя вычистим и будем собирать турбокомпрессор. Я сейчас соберу вал, поставим его на балансировочный стенд. Мы вам сейчас его покажем на балансировочный стенд, на вал с крыльчаткой в сборе балансировка. То есть сейчас будет происходить из коробки, грубо говоря достаем новый и будет все это дело балансироваться. Окей, побежали. Сейчас идет настройка ротора на дисбаланс. То есть сразу вешаются грузы для того, чтобы компьютер увидел, где находится правая и левая сторона. То есть вот компьютер. Отсчет идет от метки, которую мы установили сами. То есть это 0. теперь смотрим на какой там есть баланс. Склонения небольшие есть. Теперь заново ставим на стенд и это лишь только первая часть, которая регулируется. Потому что еще остается вторая часть также отрегулировать ее с двух сторон и потом все это дело вместе балансируется. А для чего эта лазерная штука нужна? Подсчет, чтобы мы понимали с какой стороны сколько снять. Ага. ноль. Лазерит считывает количество оборота. Попробовать еще шестерочку можно чуть-чуть, хотя в принципе он уже в идеале. стоить три нуля это десятитысячное значение? Ну да. А в чем это 160 тысяч оборотов, то я думаю, это очень важно. Здесь идет изначально точно такая же настройка, как и на горячую часть. Две плоскости балансируются. правая левая. Семерочку еще попробую чуть-чуть тронуть. Нет. Это только шестерки все вот эти вот штуки которые они собираются разбираются они еще и моются сейчас нам покажут где в каком цехе она все перемывается сейчас будем смотреть где думается а вот это вот кстати работает система очистки воздуха вот здесь вот фильтр стоит такой каждый компрессор каждый абсолютно промывается именно вот только так когда турбокомпрессор мы разобрали продиагностировали мы сюда еще проверяем актуатор сброса давления потому что зачастую бывает у него рвется мембрана из-за этого не включается в турбокомпрессор он отключен и думаю что турбина сломана поэтому мы сюда турбина может быть целая вопрос может быть в актуаторе вот для этого мы проверяем его на стенде чтобы он держал давление вот все он рабочий и дальше уже занимаемся ракомпрессором потом когда уже турбину собрали мы уже регулируем все проверяем на стенде по этой турбине когда она уже такая песочная чистая хорошая замечательная есть какие-то еще замечательные нужно здесь что-то менять что-то изменять пригодна ли это горячая улитка нормальная ли здесь геометрия да мы когда мы ее от из кастрюли все вычистили уже более видно да уже все лопатки все лопасти уже вид поэтому здесь как мы говорили что все нормально трещина улитки нет потому что бывает за перегрева также лопается коллектор то здесь ну горячая улитка исправна алюминиевая улитка также нигде не побито нет нигде заусинец иди что клетчатка цепляла била корпуса корпуса все так же до этого дела еще не дошло да ну я так скажу вовремя сняли трубокомпрессор и отправили на ремонт потом зачастую если доводит до конца думаю это ладно потом 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 а потом уже я знаю человека вот свистела турбина у него где-то месяца два назад а потом то еще чуть-чуть заказы еще еще чуть-чуть вот надо еще только съездить прямой рука обратно и надо было съездить в одессу обратно и машина назад не вернулась и теперь стоит она там три недели одинокая без внимания да и так скажу тоже снять трубокомпрессор сняли и удачи там заплатили какой-то минимальный ремонт обслуживание массового фильтра то заплатил бы там 200 долларов да а когда человек доводит до конца потом разлетается по трубокомпрессор уже грубая цена там нового турбины который там до долларов 500 до потом человек платит среди ночи за эвакуатор и потом уже целый букет выходит и уже потом считаешь надо было бы чуть пораньше можно его снять отремонтировать но как зачастую никто это не обращать внимание ездит до последнего это как бы на данный реально есть проблема хорошо как и на что надо обратить внимание какие симптомы кроме свиста есть чтобы человек понял что у него кончается турбина что какой сигнал есть такой что срочно нужно бежать и в некий центр проверять турбина ли это но если человек из все хорошо как вы создали никаких не свистов ничего первое что если в турбине будет проблема то турбина дак мы говорили начинать брать масло это что означает уходить уровень масла это что что нужно всегда обращать ходить за уровнем масла автомобиля если начинают уходить уровень масло то на чку это уходит тоже либо это двигатель и также если с выхлопной сухом на части горит в сезиды это то что турбина бросает масло в выхлопную и также ты же уже турбина начинает подкидывать масло я должен обращать внимание уровень масла выхлопная часть из дым ну и соответственно панулки с пайпов которые вот они уже начинают маслом ну да если капать это уже бывает такое да уже кстати бывает что уровень масла рыбанию и сильно ухода там в среднем каждый машина по разу заливать это можно две литры залить за действие дали за 8 где-то можно и там 500 грамм залить но бывает что на соединениях патрубках здесь есть да как бы уже видно что ну масло грубаре наплевание для этого желательно заехать на станцию сделать диагностику машины проверить систему воздушную и уже вам специалист каждый так турбине дело или нет турбине давайте приступать сборки среднего корпуса то сейчас вот эту отбалансированную штуку мы аккуратно разбираем засажены в средний корпус и потом опять вот эта вся штука по меткам собранная будет балансироваться уже среднем корпусе кстати к слову что будет если вот турбину взять и уронить на стол после того как она будет это это также нарушает дисбаланс конечно трубу компрессора образно говоря новая почта отправляет турбину суда то что она там падает по дороге это ничего страшного но когда она едет обратно как сделать так чтобы она доехала нормально потому что вот если она просто падает и дисбаланс нарушается только из-за падения то как с этим бороться очень много датурбин приезжают которые обломанные актуаторы корпусные детали полома для этого у нас есть своя фирменная коробка завод турбаком где очень плотно и мы запаковываем все актуаторы электронные блоки мы также их запечатан чтобы ничего не билось и плотно закрывать грубо говоря вот это вот турбина потом поедет заказчику уже в вашей коробке конечно фирменной наши коробки завод не просто кину привезли на новую почту гинули я у те тонны коробок которая видела не у предназначены разного формата именно для для обещания для каждой трубе сколько раз ремонтировал турбину мне ее вот так из-под полы на иди пихай ее в машину и кстати когда на маленьком volvo я ремонтировал турбину меня надувала все хорошо по параметрам у меня на холодной влитке просто висела капля масла я отдал ее отремонтировать turbo привет гребаные бракодилы потом у меня опять повисла эта капля масла но с этой каплей масла и езжу уже блин больше ста тысяч и вот висит она и висит где-то она там чуть-чуть уходит и а когда сделали полностью двигатель то маслом вообще перестала жрать от капля масла на холодной улитке и висит может быть я дает дорасту до того момента выберу когда снять этот turbo компрессор и в формате с гарантией парни сделайте и тогда наверное уже буду счастливым человека у меня капля масла висеть не будет все сделаем без проблем вы понимаете что в этой фазе турбоком как отделы сейчас скучно начнется турбоком прокладил хейтеры сейчас я просто не удержаться мне мы мы запиликаем саша забибикает не так дело дело в том что ну первый раз отремонтировали турбину и грубо говоря через неделю я уже звоню говорю пацаны ну жопа то же самое беда ответ я просто так это нормально для этих турбину я обратился с тем что у меня висит капли починить и у меня больше никаких вопросов нет у меня течь масло через неделю звоню алё у меня течь масло то пофиг это нормально для этих турбин вот на фига я снимал валивал там на на все про все там порядка 15 тысяч гривен в ремонт на хрена если это нормально и меня это капли не мешало вот поэт вот поэтому андоны ну вот других слов у меня для этого если они говорят нормально они должны аргументировать масло допускать и дать масло может там поменять герметичность по другу ну они что не объяснили они не показали вам на стене что они не течет правильно с него показали у нас на производство завели бы вам вот мне показали уже так понимаю средний корпус собра можем его идти и балансировать да пошли лучше балансировать средний корпус на этом стенде идет давление масло которое вот в автомобиль это его на дура подключили масло и контрольная видел что снизу там спускается дим ты объяснял поводу картриджей грубо говоря это имитирующая горячая улитка у нас это идет штуки это под разные турбина но вы понимаете до 1000 вариантов турбины как бы это мы постоянно нас и 3d принтер на ближайшее обновление печатаем и разгоняет ротор чтобы вывести график его отбалансировать для этого нужен подкаст средний корпус грубо говоря вот эта имитация горячей улитки то есть мы понимаем что отсюда во образа ведут выходные года мы выбрали программу для этого среднего корпуса в сборе и сейчас мы подключили включили подачу масла и сейчас будем его 1 разгонять сейчас подалось давление масло масло температурный режим но она в принципе идеально вот это график допуска наш компрессор ниже даме допуска дрожи скажем так у меня сбалок по сбраске то есть это считывая здесь идет по вибрации среднего корпуса я понял да практически 120 тысяч оборотов в минуту то есть если единица это норма то здесь половину до нормы еще не хватает ну одна единица это хорошо вода зеленого если доходит это хорошо здесь станок таким образом отбалансировали турбину что это до половины нормы даже и не дотянуло это при 120 тысячах оборотов в минуту что является офигенной нормой по словам парней и даже как не забрызгал а красота ну после того как все это отбалансировано сейчас андрей сделал нам распечатку мы видели каждому клиенту после балансировки трубокомпрессора идет такая распечатка то есть это то что я видел на мониторе на здесь даты совсем не до что ваш трубокомпрессор действительно был проверен на стенде и что это не когда-то там ремонтировался и балансировался либо вообще он частную красивенько его сфотографируем потому что живем вот этим ну это же живьем точно не нужно это все равно человеку пойдет но я к тому что вот этот вот график я реально видел и да реально в это время я его и и и хочу сказать что это нифига не проплаченная реклама это мне стало интересно я заморочился я поехал мега интересно увидеть вот все собираем обратно последовательность станет все по меткам все метки все кольца все собирается обратно но визуально чем он отличается бушная нового ну то есть он настолько классно от пидорин и что тяжело сказать что он не такие украинские слова как вживанный ну и зачастую вот тот многие а вот мы также как мы ремонт и средний корпуса новый мы производим и также их ставим то есть сразу визуально просматриваем зазор между крыльчаткой и крышкой почему клиент бывает вот задает вопрос что мне сделать купить новую трубокомпрессор либо отремонтировать вашу там понятно и мы знаем если вы будете менять узел сборе от картридж до средний корпус сборе это полностью новая деталь ну то есть здесь грубо говоря остается старые только улитки корпусные детали и геометрия но и когда геометрия то она если есть да если внутри нет то полностью это новый узел ну у вас это трактор и это новая турбина но поэтому смысл бывает покупать новую турбину а купить либо какую-то китайскую либо купить оригинал который будет стоить 500 и плюс ну вот для audi q5 с двухлитровым американским мотором я точно знаю что это 1000 долларов ну 978 и 5 это да поэтому и из-за этого очень много людей обращаются на ремонт при установке трубокомпрессор на двигатель запрещается использование герметика я не так я видел ну не так много но я видел что устанавливают сажают это дело на герметик правильно ли это делать на герметик садится только средний корпус между улитка для чего для того чтобы между улитка и средним корпусом не просачивались выхлопные газы то есть иногда бывает отлично люди едут блин у нас дымит в салон все вания я видел что вот эту вот часть да сажают на на герметик на резьбовой только сажу не на какой-то мне на резиновый не ни в коем случае это садится для того чтобы не проходили выхлопные надо нельзя на герметик садить подачу масла и слив масла если на подачу масла герметик естественно герметик куда попадает в упорный подшипник во втулке и он забивает все то есть он меняется или он у этой турбины у него свой индивидуальный как вин код кузова или же какой-то некий серийный номер как номер запчасти каждый турбокомпрессор выдает свой поток воздух то есть грубо говоря каждый турбокомпрессор имеется как номер запчасти вот допустим номер запчасти и чтобы его правильно отрегулировать я номер турбокомпрессор вожу базу данных этого стенда дело в том что на этом же стенде можно эти же турбины грубо говоря отставить другой автомобиль и допустим нужен поток больше воздуха можно это все здесь на этом стенде отрегулировать то есть грубо говоря заданное значение нужно на другой турбины мощнее мощнее допустим либо наоборот хватит ли это мы можем сдать здесь на этом стене отрегулировать это все неплохо сейчас мы регулируем турбокомпрессор поток воздуха геометрию мы подключили ввели программу турбокомпрессора который заранее до этого говорили то есть мы сейчас проверяем геометрию да мы проверяем поток воздуха если турбокомпрессор будет неправильно отрегулирован то он машина будет уходить в аварийный режим и будет либо недодув либо будет передув и турбокомпрессор не будет работать то есть грубо говоря сейчас идет некая калибровка калибровка турбокомпрессора сейчас на данный момент она не в зоне вот у нее идет 19 процентов недодува для этого мы его отключаем у нас идет на среднем корпусе здесь вот регулирующий штифт мы его регулируем и снова запускаем и проверяем то есть вот собранные значения бы вот турбину собрали так как ее сняли с машины сейчас по всем меткам по всем и получается что в этом формате она не надувала уже или же у нее недодув был недодув и мы сейчас его более выравниваем чтобы он то есть она ехала но не на полную мощность да не так как нужно я думаю что когда клиент поставит турбокомпрессор он обрадуется владелец автомобиля volkswagen tiguan 1.9 дизель к которому пойдет вот эта вот турбина не знаю кому это регулируется не знаю кому делается это турбина но вот сейчас отрегулируются таким образом что мощность двигателя вернее мощней трубины выдаст на 20 процентов больше это не значит что мотор на 20 процентов будет больше выдавать грубо говоря если турбина дает там грубо говоря прирост до 50 метров до 50 процентов то сейчас грубо говоря на 10 процентов повысится мощность двигателя но могу сказать точно это будет ощутимо. Вот сейчас она в зеленой зоне. Она должна дуть от 41,6 до 44,2. Она сейчас 43,1 дует. Сейчас она отрегулированная. Мы ее выключаем, закручиваем и также делаем распечатку, что трубокомпрессор, данный комбикенсор отрегулирован. 5 регулировок, начиная от каждой крыльчатки, потом в сборе крыльчатка, потом крыльчатка в корпусе, в самом картридже и финальная, это уже сама геометрия, настройка самой геометрии. Вот так идет такая распечатка, что она регулировалась, что вот ее номер трубокомпрессора. Сколько фактически он выдает? 42, 43,2 килограмма. Это все также, эти все распечатки, балансировка, регулировка. Это все вложится в гарантийный наш паспорт, нашу фирменную коробку и отправляется клиент. Друзья, если все рекомендации соблюдены, а турбина все равно ломается, ищите причину в чем-то еще. Потому что турбина это не болезнь, это симптом того, что болен в двигатель или же что-то возле него. То есть турбина это такой лакмус, который показывает, что у вас что-то есть нездоровое в автомобиле. А много в принципе гарантийных случаев или нет? Ну то есть они есть в любом случае и всегда. Даже у нас гарантийные случаи есть. У вас их много? Они конечно есть, но мы всегда... Про процентность отношения или как? Да вообще, в принципе, ну как бы вот. Я понимаю, что вы в районе там 20-25 турбин можете сделать от нуля до конца рабочей смены. А вот сколько может быть на процесс вот этих 25 турбин? Какая погрешность? Сколько возвратов или в месяц? Или в чем они? Я думаю, ну турбина, мы каждый компрессор проверяем, он сам по себе не выйдет. Если бывает, что да, может все, мы все люди бывают, что спешка может какой-то на загрузке где-то что-то недобалансировать, но и то это мы всегда это на стенде увидим. Поэтому я думаю, если там одна турбина выйдет, я думаю, то и нет. То есть, грубо говоря, у вас практически нету как таковых... Если, ну то я изначально говорил, что турбина, если она правильно отбалансирована, которую мы вам до этого показывали, а правильно отрегулирована, турбина не выйдет из строя. Это надежный механизм и если турбокомпрессор после ремонта вы видите, что что-то еще случилось, проверяйте двигатель, проверяйте выхлопную. Мы сюда точно так же двигатель, интеркулер, топ подать трубки подачи и все остальное. Мы всегда очень просто говорим, турбина либо работает, либо не работает. Все. Если клиент поставил турбину и она даже с станции не выехала, но тут может быть вопросы, да, почему турбина там бросила масло, либо что-что, из-за чего она при основном не работает. Если турбину поставил человек уже ездит там даже минимум день и потому что это вы сами да видите, ну она до 180 тысяч оборотов в минуту крутящего металла, это если что не то, она просто моментально выйдет из строя. Вот, если что не то, то она сразу выйдет из строя. Мы максимально лояльны к нашим клиентам и в то же время просим бережно относиться и к автомобилю и к турбокомпрессору обязательно ознакомливаться с инструкциями, с правилами эксплуатации и следить за своим автомобилем, это продолжит срок действия всех его деталей, всех его составляющих. Даже если турбокомпрессор вышел во время срока, ну гарантии вышел из строя, мы всегда, мы даже клиенту сделаем ее бесплатно, хоть это в паспорте все очень просто прописано, это не гарантия. Мы можем, да, это факт, документ, что мы это не гарантия, но мы клиенту сделаем ее по гарантии, скажем, не делай так больше, максимально лояльны. У вас здесь есть проблема, вы ее не устранили, устраните ее, будет все хорошо. Ну и клиенту ее сделали, клиент поставил, все, радуется. Но всегда нужно находить причину. Может ли, вот у меня такой вопрос, не совсем, не знаю, стандартный, нестандартный, я видел, как дизельный двигатель идет в разнос, а может ли он пойти в разнос от турбины? Конечно. То есть вот то, что вот дым из паровоза и двигатель идет в разнос, то есть это запросто может быть от турбины? Конечно, или лопается ротор, турбина, да, если вот мы, да, этот турбокомпенсор видели, она чуть подкидывала, да, масло, то она начинает очень много выгонять масло и, получается, горит масло в интеркулер, ну да, в двигатель, и двигатель идет в разнос. Ну тоже это, либо клиент будет постоянно доливать масло, ехать доливать масло. Это, представляете, нам должен весь интеркулер заполнится маслом, чтобы потом это все масло пошло в двигатель и пошел уже в разнос. То есть это может подцепной реакцией уже работать, да, но не спонтанно просто, не спонтанно. Поэтому проверяйте, не должно попадать масло, вот ни в коем случае. После того, когда мы уже закончили снимать все видео, мы с парнями завели разговор о репутации. Так вот, прикиньте, ситуация, оказывается, в Мелитополе под эгидой турбаком работают не только они, а есть разного рода там гаражные кооперативы и там парни, которые сидят, они берут турбинку, несут к ним, они ремонтируют и потом тебе отдают. Ну, иногда бывали такие разбирательства, мне Саша рассказывал, предъявляют претензию на турбаком. Типа, окей, хорошо, давайте отремонтируем, покажите, какие у вас есть документы, какие гарантийные листы, их не эталон. И оказывается, что те парни, которые с турбакомом ремонтировали, вообще никакого, даже приблизительного отношения не имеют к ним. Но все-таки, если они ремонтируют свои турбины, которые парни возвращают им по ремонту, там есть лист рекомендации. Сейчас объясню. Если, допустим, не меняется воздушный фильтр, они что видят, крыльчатка разбитая вследствие того, что попало туда инородное тело. И я спрашиваю, это вообще гарантийный случай? Они говорят, ну, как бы мы же обещали отремонтировать, мы и ремонтируем. Не всем, но, тем не менее, были случаи, когда мы и два, и три раза ремонтировали. Я говорю, слушайте, ну надо же прописать, что если человек не соблюдает каких-то действий, то есть ему пишется рекомендационный лист, для чего то. На что я услышал следующий ответ. Мы не можем обязать людей делать, ремонтировать свой автомобиль. Ну, как-то не совсем понятно, не совсем логично, но это факт. Я не знаю, как с этим они будут бороться в будущем, но пока такое место есть. Хочу сказать спасибо YouTube-каналу Первый Авто за то, что посетили наше предприятие, показали полезную информацию для ваших подписчиков. В честь этого давайте проведем совместный конкурс. Турбоком и Первый Авто делаем такой конкурс. Конкурс на бесплатный ремонт одного турбокомпрессора, который вышел из строя. То есть, среди подписчиков такие условия. Первое, быть подписанным на канал Первый Авто. Второе, быть подписанным на YouTube-канал Турбоком. Ссылочки будут прикреплены на канале Первый Авто. И быть подписанным на Instagram, ребят, и на наш Instagram. Бесплатный ремонт турбокомпрессора в нашем сервисном центре достанется тому, кто в комментариях к видео у нас на YouTube-ребят, напишет самую интересную историю, куда вы не попали или какая ситуация у вас сложилась из-за того, что ваша турбина вышла из строя. К примеру, я не приехал к сестре на свадьбу из-за того, что вовремя не починил турбину. То есть, самая интересная история, получит сертификат на бесплатный ремонт одного турбокомпрессора. Любой сложности или легковой автомобиль. Это может быть турбокомпрессор. На сельхозтехнику, на автомобильную технику. То есть, это ремонт одного турбокомпрессора. Друзья, у нас паровоз. Надо вот срочно починить турбину. Турбина на паровоз или на теплоход, она реально очень дорогая. Парни умеют это делать. Кстати, они же еще и во время ковида помогали пожарным. Ну, как пожарным? МЧСникам. МЧСникам. Врачам. Люди те, которые за государственный счет не могли отремонтировать турбокомпрессоры, вот они им помогали. И здесь, в знак благодарности, наверное, это не реклама для парней. Меня вообще очень поразило и очень удивило то, что вот к другим приходишь, стучишься куда-то, покажите, как вы это делаете, давайте расскажем для того, чтобы, в принципе, народ знал. Цель ролика, она чисто информативная. То кто-то там где-то как-то зажимает информацию. Здесь же нет абсолютно любой этап производства. Я... У меня речь ломается. Но то количество информации, которое было предоставлено вот с 9 утра, сейчас уже он практически 6 вечера, и все это время мы просто ходим, снимаем за парнями. Они показывают разные станки, они показывают где, как, что, куда делается. И при этом никто не возмущается и дают максимум информации. Поэтому с жесть доброй воли, знак благодарности, они готовы отремонтировать одну турбину тому, кто напишет самую яркую, самую классную историю жизни, какая была. Срок, я думаю, обычно комментарии живые и активные 3 дня, но я думаю, неделя с выпуска этого видео. Тестируем. Правила озвучены. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто и компания Турбоком. Все, теперь мы пошли. Теперь мы поехали в сторону домой. Нам еще 8 часов пути. Хотя парни предлагают остаться здесь. Еще сделать классную здоровую программу, но дальше уже будет другой проект. И дальше уже будет другая история. Все, всем пока. Мы полетели. Субтитры сделал DimaTorzok